Юго-восточная казарма Брестской крепости, помещения полубашни цитадели стали местом, где разместилась новая историческая экспозиция летопись Брестской крепости. В открытии белорусско-российского проекта приняли участие руководство города и области, представители дипломатического корпуса и общественности. Те средства, которые были выделены, те, которые уже реализованы в прошлом году, это значительный вклад в дело сохранения не только нашего памятника Брестской крепости военно-исторического характера, это огромный вклад в дело воспитания наших людей, не только брещан, не только белорусов, не только россиян, а правильно было сказано, всех, кто посещает мемориальный комплекс Брестской крепости героев. Летопись Брестской крепости состоит из семи залов. В первых трех – западный форпост, мировой пожар и между бурьи – представлен столетний период истории цитадели, ее строительство и знаковые политические события, которые связаны с крепостью. Например, подписание в стенах Белого дворца Брест-Литовского мира. Отражены в экспозиции модернизация цитадели и жизнь гарнизона перед Второй мировой войной. Нам важно, чтобы люди прочувствовали вот эту трагическую историю и героическую историю Брестской крепости, начиная с 1840-х годов, будем так говорить, и по 1941 год – это и геройка, и трагедия тех людей нашего города. Новая экспозиция – это часть проекта Союзного государства. Капитальный ремонт, реставрация и музеификация сооружений Брестской крепости на 2018-2020 годы. Над созданием трехмерной экспозиции вместе с сотрудниками мемориального комплекса работали специалисты Брест-реставрации, художественного комбината Белорусского союза художников, историко-художественной творческой мастерской «Невский баталист» из Санкт-Петербурга. У нас сейчас 16 мероприятий в рамках Союзного государства, которые здесь реализовываются, и общий бюджет финансирования составляет около 320 миллионов российских рублей. Проект отрасчитан на три года, начался в прошлом году, и уже первые значительные результаты мы видим. И как бы представляется, что вот этот сам по себе проект, он наглядно иллюстрирует те наши задачи, которые мы должны вместе решать. А это сохранять историю, это не допускать фальсификации истории. Ну и самое главное, мы живем для наших людей, для дружбы наших народов. Это обоюдное решение. И самое главное, это обоюдное понимание важности формировать через такую, такие символические пятна, сформировать понимание вот тех времен. И, конечно, это обоюдное наше средство Союзного государства. И, конечно, то, что здесь одним из разработчиков была российская сторона компании, это уже говорит. Более того, они внесли существенный вклад в свой вклад в архитектурное проектное решение. Особая страница в жизни мемориала – первые дни войны. Поэтому три зала – «Жаркий июнь», «Штаб обороны» и «Прорыв» – посвящены трагическим событиям начала Великой Отечественной и героической обороны цитадели в 1941 году. В реалистичных сценах узнаваемые персоны, например, защитник крепости майор Петр Гаврилов. Седьмой зал «Цитадель памяти» рассказывает об освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и победе советского народа в Великой Отечественной войне. Вместе с тем, новая диорама – это только начало большой реставрационной работы в рамках белорусско-российского проекта. Начинаем работы в этом году уже над капитальным ремонтом, реставрацией, консервацией отдельных объектов и помещений Восточного форта, по итогам которого, быстрее всего, что это будет в следующем году, капитальный ремонт и создание экспозиции Восточного форта, на два года рассчитываем. В следующем году мы начнем и должны, по крайней мере, в планах у нас так, завершить работы на основу капитального ремонта, консервации отдельных объектов, помещений Пятого форта.